После отпуска Людмила Васильевна свой старый кабинет едва узнала. В районной больнице она работает терапевтом уже 26 лет. Но с таким настроением ведет приемы, говорит, впервые. Новым обликом поликлиники довольны и пациенты. То, что сейчас связано с ремонтом, таких условий у нас не было, конечно. Все это кабинеты старенькие, треснутые двери, треснутые стены. Но сейчас, конечно, совсем другое дело. Все приходят и радуются, как хорошо, им нравится, что светло, уютно. Ну, как радует глаз, они говорят. Пока, правда, радует глаз только одно крыло поликлиники. До завершения капитального ремонта всего здания, по словам строителей, еще два месяца. Но главный врач ЦРБ Александр Лужецкий заверил, что до 1 ноября 18 миллионов, выделенных по программе модернизации, будут освоены и все работы завершены. Полностью замена саннотехнического оборудования, водопровод, отопление, замена оконных блоков, дверей и так далее, системы вентиляции. Поэтому действительно идет капитальный, а не косметический ремонт. Его капитального ремонта за 32 года поликлиника никогда не видела. Поэтому в освоении федеральных денег в срок здесь заинтересованы как ни в чем другом. Прониклись, похоже, и строители. На работу выходят даже выходные. За расторопности тех и других похвалил Рашид Габдулвалеев. Целью своего визита в ЦРБ он назвал отнюдь не проверку, а скорее поддержку. Ее медработники ощутят уже в ближайшее время. Есть комплекс проблем, которые выходят и за рамки модернизации. Сегодня, в частности, обсудили и обеспечение мебелью. Потому что действительно, вы сами видели, люди понимают, что если отремонтировали помещение, нужно обязательно хорошую новую мебель. И на это обратил внимание и губернатор, обращает наше внимание, и выделены средства для этого. Поэтому будем делать все, чтобы объекты модернизации пополнялись нормально, хорошей мебелью. Первую партию офисной и медицинской мебели уже получил кабинет врача общей практики в поселке Согласия. По программе модернизации на капремонт этого объекта тоже были выделены средства 2 миллиона рублей. На этом в Карачевской ЦРБ останавливаться не намерены. Здесь рассчитывают на дополнительные финансы из областной казны. Шанс, конечно, есть, но при условии соблюдения сроков ремонта и освоения уже выделенных средств.